Всем привет! Сегодня поговорим о тайпе, поговорим о красоте тайпа, то есть как сделать ваш тайп такой, чтобы он был красивый-прекрасивый. Я это видео разделю на две части, на две части, это будет на два, точнее видео разделю. В первом видео расскажу о том, на что мы как бы ориентируемся, и расскажу о том, какие размеры шрифтов мы берем в основном. А во второй части расскажу о том, как мы слова, точнее строчки наши переносим. Там есть тоже свои какие-то принципы, есть какие-то свои подводные камушки, это все там во втором видео расскажу. Сейчас же расскажу о том, на что мы ориентируемся. Ориентируемся мы, конечно же, на оригинал, на японский. То есть вот у нас японская страничка, и мы стараемся затайпить все так, чтобы это было максимально, прям максимально похоже на японский оригинал. То есть подбираем такие же шрифты, подбираем такое же расположение звуков. Вот здесь, допустим, у нас всего один звук на страничке, вот здесь, да, вот обратите внимание. Вот это вот на русском, вот это вот на японском, да, то есть буквы получились русские, но при этом стоит звук так же, давайте приближу немножко, стоит звук так же в том же самом месте, такой же примерно же наклон, этот самый вид шрифта примерно такой же, как в оригинале, конечно, не совсем идеально подобрали, но более-менее же подошло до того, что было, так сказать. Когда мы, конечно, вот так вот делаем, кликаем, смотрим между оригиналом и то, что получилось в русском языке, у нас, конечно же, видны разницы. Давайте сначала, погодите, я немножко тороплю события, давайте сейчас поговорим о том, почему конкретно мы к японскому, к самому, к оригиналу, как бы идём, а не сами придумаем что-то своё. Мы переводчики, мы не создатели манги, мы, наша задача просто-напросто перевести качественно, перевести так, чтобы это было максимально похоже на оригинал, то есть и текстовые должны быть похожи на оригинал составляющие, и картинка должна быть, ну, визуальная составляющая должна быть максимально похожа на оригинал. Почему? Потому что, когда создаётся манга, во-первых, там у нас есть автор, у которого есть какая-то своя задумка, свои мысли, он сам решает, как будут расположены звуки, как будут расположены облачка с текстом, это всё как бы решает автор, да? Когда он закончил свою работу, то есть он сделал какой-то моноскрипт такой, там, возможно, ему ещё помогают какие-то ассистенты, но в основном ассистенты, они не решают, где что будет расположено и как всё будет расположено. В основном они помогают, там, там, заливка, фон как бы сделать, какой-то, да, какие-то строкотипедные персонажи, он может прорисовать, там нужно будет. А вот что где находится, это чаще всего решает автор. Когда этот манускриптик готов, они отправляются это всё дело к редактору, в издательство. Издательство у нас в Японии, они в основном уже работают более, ну, несколько десятков лет они там работают, то есть у них опыт работы большой. Они каждый раз, когда выпускают какую-то мангу, они всегда ещё делают какие-то опросы среди читателей, то есть что, какая конкретно сцена вам зашла, почему она вам там зашла. И там рейтинг, по этим рейтингам они смотрят, что, ага, вот такой приём, значит, крутой, считают читатели, значит, его можно будет использовать в дальнейшем. То есть у них опыт работы, вот эта вот, как сказать, база знаний у них очень большая, и они вот уже чётко знают, что хорошо выглядит, а что нехорошо выглядит, да. И поэтому у них, ну, очень даже логично брать как бы с них пример с этих японцев, да, с издательства японского. То есть когда, допустим, мангака уже готов со своим манускриптом, приходит в издательство, издатель мангака говорит, что всё, конечно, хорошо, но вот тут, допустим, шрифт какой-то маловастенький, мы давай это сделаем обличку побольше, чтобы мы, кстати, увидели вот здесь шрифт нормально, что-то написано. Вот этот звук, допустим, лучше будет, если он будет вот так вот расположен как-нибудь, да, то есть как бы там уже идёт как бы совместная работа автора с задумкой его конкретной, да, и вот эти вот издательства, которые они уже с многолетним опытом, они всё это дело соединяют, то есть задумка автора плюс многолетний опыт, всё это дело соединяется, получается такой как бы шедевр, да. Когда же мы начинаем переводить на русский язык, или, допустим, онлайтеры переводят на английский язык, сейчас покажу, как это, допустим, онлайтеры сделали, да, разница между онлайтерами и вот японцами. Здесь, допустим, что можно сразу заметить? Допустим, здесь у нас шрифт, они сделали наклонным, зачем, непонятно. Дальше здесь у них грант, ну, блин, вот это слово, конечно, оно плохо помещается в этот самый облачко, об этом поговорим уже во втором видео, потому что что-то помещает, что-то не помещается. У них очень плохо поместилось, да. Возможно, может, Бог как-то сузит это дело, да, чтобы это слово не вылезало за облачко, потому что в оригинале слово за облачко не вылезает. Обычно, если слова вылезают за рамки облачка, то это получается, что прям, слово прям настолько кричащее, что оно прям, ну, настолько кричащее, что оно прям вылезает за рамки кричащего облачка, да. Здесь такого нету, здесь у нас всё в оригинале помещается в это самое облачко, поэтому то, что сделали здесь онлайтеры, это как бы не очень хорошо. Далее, что тут ещё можно? Ну, звук тот же самый, да, они поменяли вообще направление звука, то есть в оригинале звук идёт сверху вниз и такая загогулечка вправо, а они сделали, получается, как будто бы снизу-слева, идёт как бы дуга наверх и потом загогулинка вправо. То есть они сам направление звука поменяли даже здесь целое. То есть это тоже как бы не совсем не есть хорошо. Это, конечно, только один пример делаю, только с одной страничкой. Вы сами можете потом проверить это самое, где как бы оригинале, возможно, ошиблись, да, а где нет. Здесь, допустим, ещё вот этот вот шрифт, они тоже делали наклонным, хотя в оригинале здесь никакого наклона нет. То же самое как бы, а, нет, здесь вот есть как раз-таки наклон, вот в этом вот шрифте здесь есть небольшой наклон, а вот в этом нету. А вот онлайтеры здесь тоже поставили наклон, хотя он тут как бы совершенно ни к чему. То же самое здесь, по-моему, тоже наклонов никаких нету, да? Да, здесь у нас наклонов никаких нету, но онлайтеры это сделали. Ну, вообще вот, то есть сразу как бы бросаются в глаза какие-то такие, ну, это не то, что ошибки, это просто как бы отсебятина уже идёт, да, Но, опять-таки, зачем делать от себя тену, мы, кто вообще в манге, можно сказать, в рисовании манги, в создании манги, ничего не смыслим, да, почему мы лезем со своими какими-то надуманными мыслями в то произведение, которое уже создано там с этим профессионалами, у которых есть многолетний этот опыт, да, автор тоже, он как бы отчасти всего, автор, который публикует мангу в журналах каких-нибудь, да, они чаще всего тоже с каким-то опытом уже приходят в этот журнал, да, то есть у них, возможно, были какие-то ваншоты, первоначально там один ваншот, другой ваншот там на конкурс посылали, а потом, когда наконец-таки их манга зашла, тогда уже у них есть какой-то опыт небольшой, то есть они тоже уже знают, что и как делать, и потом уже как бы идёт какая-то совместная работа, да, то есть, а мы вот эти переводчики, мы думаем, что мы такие все знающие, мы такие прям супер-пупер, мы лучше знаем, как что поставить, и начинаем добавлять какую-то ребятину, что на самом деле бывает портит картинку, а манга это, между прочим, не только текст, но ещё и картинка, и эта картинка должна выглядеть тоже очень-очень гармоничной, вот, ну, я надеюсь, что я всё-таки донесла на вас смысл, почему всё-таки стоит делать как можно максимально похожий на оригинал, теперь давайте обратим внимание на то, почему, допустим, когда мы переводили, у нас тут есть всё-таки кое-какие отличия тоже, да, дело в том, что максимально похожим на оригинал сделать не получится вообще, наверное, никогда, всё дело в том, что японцы пишут вертикально, да, а мы пишем горизонтально, и вот это, наверное, самая большая загвоздка, которая у нас заключается вообще во всей этой, во всём периоде манги, смотрите, переходим к размеру шрифта, если покликать, это самое, посмотрите, разницу между японским и нашим русским, то мы сразу видим, что многие шрифты у нас совершенно не того размера, какой бы нам хотелось видеть в оригинале, да, особенно вот эта вот надпись, она здесь в оригинале, она большая, прям крупная, да, а если кликнем русский, то она будет маленькая, здесь, почему мы так вот решили сделать поменьший размер, раньше мы писали вот это дело в одну строчку, вот таким вот образом, сейчас секундочку, влияет на работу, да, мы это дело вот так вот переворачивали, тоже делали как бы вертикальный шрифт, ну и здесь у нас, в принципе, есть возможность сделать шрифт побольше, то есть мы могли спокойненько сделать вот такой же большой размер, как это было в оригинале, вот такой, да. Здесь у нас возникли споры с нашими читателями, потому что нашим читателям, знаете ли, в лом поворачивать голову, реально были такие комментарии, то есть читатели говорят, а почему вы эту надпись не поставите горизонтально, мы что, это самое, обязаны поворачивать нашу голову, чтобы читать вот эти ваши заголовки странные, да, короче, если там было в лом читать вот эти вот надписи, хотя они на самом деле тоже имеют свой какой-то, ну, какую-то юмористическую в данном случае контекст, и если это не прочитается, то это будет как-то, ну, жалко, что это не прочитается просто-напознатно. Вот, и, в общем, мы решили, все-таки будем писать это дело горизонтально, если делать это горизонтально, если в том же самом огромном размере это делать, сейчас, секундочку, допустим, будет размер у нас, ну, сотни, да, допустим, да, ну, сотни, как бы, вот так вот. И если его каждый раз вот так вот делать в таком большом размере, то у нас получается очень-очень много переносов, прям миллион переносов будет. Ра-бо-ту, вот так получается. А читать с переносами, когда у нас куча переносов, это тоже, опять-таки, нехорошо, да, то есть наш мозг, он любит читать, когда как можно меньше строчек, как можно меньше переносов. Тем более, если на строчке всего два символа, да, плюс еще перенос, то это вообще читатели там будут просто в шоке и говорят, что такое, почему там много переносов, лучше уменьшите шрифт, да, то есть как бы читатели сами просят, чтобы мы шрифт уменьшали. И, в принципе, так мы к этому и пришли, вот к этому, секундочку, где у нас там вариант, вот к этому варианту мы именно вот таким способом и пришли. То есть мы переводим мангу с 2014 года, и вот потихоньку-потихоньку мы как бы пытаемся найти, что прощупывают наши читатели, что им как бы нравится, что им как бы подходит, что им не подходит. Вот этот вариант, как мы, ну, судя по нашему опыту тоже несколько летнему, да, мы пришли к такому варианту, что вот это вот самое оптимальное. Да, конечно, в оригинале буквы намного больше, но для читателя русского в данном случае вот этот вот размер, он здесь не так бы, не имеет такого большого значения. Далее, далее посмотрим вот этот вот шрифт, самый как бы основной шрифт. Основной шрифт у нас вот такого, как бы в японском виде размера, можно даже взять линейку и померить, что у него там получится. Линейка у нас спрятана под пипеткой, если что, вот здесь вот у нас пипетка, и в ней это самое, находится линейка. Идем, поближаемся к этому, к нашему шрифту и смотрим, да, канзи, вот эти вот канзи, они обычно пишутся чуть, ну, они выглядят как бы шрифт один одного и того же размера, но они визуально выглядят немножко побольше, чем в это самое, чем в Хирогана. Допустим, здесь на сканзе будет 39 примерно пунктиков, да, вот у нас высота стоит 39 пикселей, не пунктов, а пикселей. Вот этот вот смотрим, 39 тоже примерно, здесь у нас идет 34, 35, ну, я тут, наверное, верхушку не взяла, нормально. Ну, короче, обычный текст получается, что у нас размер где-то от 36 до 40 пикселей, да, и смотрим. Вот это получается обычный наш текст, обычный разговор, обычная тональность, без повышения или без понижения голоса. И смотрим, где у нас еще есть такие же шрифты, вот здесь, допустим, наверняка тоже есть, да, там 36, ага, здесь у нас, вот тут вот смотрим, здесь у нас тоже по-любому будет такой же размер, 36, 37 почти что, да. Здесь у нас размерчик 37, вот здесь у нас размерчик получается 28, если мы посмотрим, да, если поверить другим, как бы, символам, то тоже получается 29, 30. То есть вот здесь вот, допустим, вот в этом, конкретно в этом моменте они размер уменьшили, да. Почему уменьшили, сейчас разберемся. Обычно уменьшают размеры в двух случаях, либо если текст большой и он не помещается в облачко, они стараются минимально его размер понизить, но чтобы это было как бы незаметно. Допустим, если сдалека смотреть, что вот этот, этот как бы текст, шрифт, точнее, то разница практически незаметна. То есть если мы будем приглядываться, тогда мы заметим, да, то что здесь все-таки поменьше немножко буковка кажется, чем вот эта вот буковка. Но они, в данном случае, ну, когда у нас просто-напросто не помещается текст в облачко, мы настолько мало его уменьшаем, чтобы это было как бы минимально заметно. Далее, второй вариант, когда мы уменьшаем текст, это когда у нас понижается громкость голоса. То есть человек начинает переходить на шепот, он начинает как-то там мямлить, возможно, и в этот момент, как бы, чтобы показать то самое понижение голоса, они их шрифт уменьшают. Причем уменьшают уже так, чтобы это было видно, что они уменьшают. Чаще всего они даже шрифт другой берут, то есть не стандартный шрифт, а какой-то другой, там, более какой-то кривовастенький, да, допустим, если это какое-то мямлющее слово какие-то, то они там ставятся как-то шрифт уже такой, как будто мямлющий взять. Либо само облачко нарисовать таким каким-то более светлым контуром, либо с пунктирным каким-то контуром. То есть чтобы прям сразу было видно, что здесь у нас переходит, если человек, наш шепот. Здесь как бы все, ну, по размеру, по виду облачка, в принципе, кажется, что это одно и то же, что и предыдущие, как вот эти вот слова. Поэтому я считаю, что здесь просто-напросто уменьшили размер текста, чисто потому, что он тут не вместился. Далее вот здесь смотрим, здесь у нас тоже, получается, 37, да, то есть наш основной текст. Вот здесь смотрим, отсюда, досюда, тоже получается 36. А вот тут, если посмотреть отсюда, досюда, то мы видим, что здесь у нас размер 52. То есть здесь вот у нас они увеличили текст. Так, увеличиваем мы размер текста тоже в двух случаях, но это немножко разные случаи, чем то, что у нас уменьшение текста. Давайте еще раз, чтобы четко, точно все, чтобы все поняли. Уменьшаем размер шрифта в тех случаях, когда у нас идет звук становится тише, да, то есть как бы в манге звука нет, но при помощи размера шрифта мы можем звук увеличить или уменьшить. То есть если стандартный шрифт у нас уменьшается, значит звук тоже у нас, ну, громкость этого сказанного слова, она тоже у нас уменьшается. То есть это человек начинает приходить на шепот, он мямлит, его перебивают, он говорит как-то издалека, то в этих случаях видно, что у нас размер шрифта уменьшается, да. Еще случаи, которые японцы используют очень, прям крайне-крайне редко, это уменьшают размер текста, чтобы он вместился в облачко, да. То есть про это сейчас еще тоже расскажу, про это чуть попозже. Увеличивают же размер шрифта в случае, если у нас повышается громкость, тоже повышается громкость звука сказанного, да, либо же мы хотим увеличивать, как бы подчеркнуть значимость конкретной фразочки. Смотрите, вот в данном случае тут прям явно видно, что человек прям кричит, да, то есть у него помимо того, что размер шрифта увеличился, у него еще вид облачка поменялся. То есть вот это, допустим, кругленький, это стандартный ровный говор, то есть тут у нас как бы ничего такого, ну, сверх кричащего, естественно, нет. Вот здесь у нас облачка становится резко за этот самый, за, как это называется, заугленные, заостренные углы становится облачка. Плюс ко всему у нас есть рядышком звук катан, то есть какой-то стук, какой-то такой тыщ, вот такой, да, звук об стола как будто стукнулся. По картинке можно понять, что человек, он в этот момент, он как бы идет вперед, у нас видно действие какое-то. Вот эти вот полоски около головы, означают, что он двигается прямо сейчас. Вот эти вспышки, полоски от вспышки тоже показывают то, что он движение, ну, это направление движения показывает таки. То есть он, скорее всего, вот мент, он сидит, допустим, за столом, и в этот момент этот персонаж, он немножко подскакивает, то есть стук и стучит руками по столу, то есть это тыдыщ, это звук такой, да, тадах, тудух какой-нибудь. Тудух об стол, он наклоняется немножко вперед и при этом человек выкрикивает какую-то фразочку небольшую. То есть вот это все явно показывает то, что здесь у нас повышение голоса. И именно поэтому здесь было уместно сделать размер шриста побольше. Второй случай, когда мы уместно ставить размер шриста побольше, это вот этот вот момент, да. То есть здесь лицо персонажа говорит о том, что это спокойный ровный голос. Здесь лицо персонажа, вон оно, кричащее, да, брови нахмурены, рот большой, открытый, да, то есть видно, что человек кричит. Здесь персонаж абсолютно спокойный, да, то есть брови ровные, рот хоть и открыт, но все-таки не так широко. Вот это некричащий рот, это просто улыбающийся ротик, да. Еще и покраснение небольшое, то есть она смущается при этом, да. Тут явно идет какая-то пассивность у персонажа, то есть она как бы просто-напросто стоит, ну, действительно, на месте, старается вообще не двигаться. Единственное движение, видим, это вот эти полосочки. Это, скорее всего, у нас она руку протянула, типа, вот, пожалуйста, там, она говорит, что какая-то с этим вопросом обратите, пожалуйста, к человеку, который сидит рядышком, то есть как бы рукой вот так вот показала, да. То есть вот это движение, оно больше идет как бы к движению к руки, вот эти полоски. Но здесь все равно шрифт явно увеличился, да, и сейчас покажу, объясню, почему конкретно в данном случае шрифт тоже увеличили. Это у нас манга Йонкома, она состоит из трех кадров, и на каждом, ну, на каждой страничке, как бы, идет представление такое, что, как бы, с первого кадра до последнего должно, как бы, увеличиваться, как бы, как бы, сейчас слово паразит. В общем, с первого до последнего кадра должен увеличиваться градус юмора, да, то есть первый у нас кадр идет, как бы, завязка сюжета, потом идет его развитие, и в конце бамс, шутка должна бамбануть. И чтобы эта шутка бамбанула, если она не особо такая смешная, то обычно прибегают еще и к другим, как бы, этим способам, чтобы увеличить мощность этого бамбанусного, этого бамбанусной шутки. Я не могу по-русски нормально выразиться, простите. И, в общем, здесь на что делать, какие приемы делаются? Помимо того, что увеличивается шрифт, увеличивается размер шрифта, то есть здесь у нас был крупный план кадра, здесь у нас средний план, средний план, а дальше бамс, у нас есть этот самый супер крупный план, то есть там даже лицо полностью в кадр не вмещается, и помимо этого еще и шрифт увеличивается в размере. То есть, чтобы шутка больше бамбанула, здесь увеличивается кадр, приближается камера к персонажу сверхблизко, и увеличиваем размер шрифта. Вот. Поэтому здесь прибегают тоже к увеличению шрифта. То есть, получается, здесь повышение голоса не присутствует, но зато идет превышение значимости данной сказанной фразы. Вот. На этом, в принципе, и все. То есть, японцы, они повышают размер шрифта в случае, если повышается голос, либо повышается значимость. Мы, когда переводим мангу, нет, наверное, не мы, потому что в нашей команде я пытаюсь всегда всех наших новеньких тюкать, если там, допустим, тайпер какой-то новенький начинает там скакать с размера шрифта, я всегда ему объясняю, что здесь нужно размер шрифта один и тот же соблюдать. Но все равно часто очень видишь мангу, переведенную на русский язык, где у нас переродчики делают следующим образом. То есть, здесь у нас много-много пустого белого места. В японском языке белого места вы практически не увидите. Секунду, сейчас покажу. Японский сюда. Вот он, японский. Белого места почти что нет. То есть, оно как бы есть, но оно минимально, да? А когда мы переводим на русский язык, получается, что у нас много-много белого этого. Как бельмо на глазу, белое пространство, его постоянно хочется чем-то заполнить. И многие так и делают. Они реально заполняют это белое пространство. То есть, вот так вот берем фразочку, максимально увеличиваем, чтобы она помещалась полностью, полностью помещалась в это облачко. Вот так вот, да? Во, отлично! Великолепно получилось, да? А теперь нашу фразочку, вот эту тоже увеличим. Наш крик увеличиваем. Вот, тоже увеличили, чтобы максимально поместилось в это облачко. Ну, случайно нажала. И что у нас получается? Получается, что вот эта фраза, сказанная спокойным, ровным голосом, она выглядит намного мощнее, громче, чем крик, вскрикивание. И это как раз-таки то, чего нельзя допускать. То есть, манго, это картинка. Громкость голоса мы определяем размером шрифта, ну, либо его жирностью какой-нибудь, да? Допустим, здесь, когда японцы перешли на крик, здесь, они помимо того, что размер шрифта увеличили, они еще и увеличили жирность шрифта, они еще поменяли сам шрифт, он стал более квадратный, более резкий, то есть, более такой кричащий шрифт получился. А если мы будем делать вот так вот, то получается, что вот это кричащая фраза. Такого делать нельзя. Это неправильное мышление. Правильное мышление, это когда мы определяем какой-то размер, находим размер для стандартного, спокойного, родного голоса, и его соблюдаем везде, где у нас есть стандартный, спокойный голос, да? И только в редких случаях, когда это реально, там, необходимо по надобности, то есть, там, увеличение громкости, увеличение этого самого, увеличение значимости, только в этих случаях мы можем увеличить размер шрифта. Если у нас просто, надо просто, слишком много белого места, то мы оставляем белое место. Да, это, возможно, выглядит не так красиво, но это будет более грамотно. Почему же тогда японцы так не делают, да? Почему у японцев нет такого, что много белого места остается? Все дело в том, что японцы, они сами рисуют эту мангу, они сами эти облачка добланы рисуют. То есть, если им нужно, вот, у них, допустим, вот столько текста, и вот они ровно вот для этого текста облачко и рисуют. У них нет такого, что, ой, у нас большое облачко, давайте увеличим размер текста. У них такого нет. Если у них большое облачко, а размер текста маленький получился, то они просто-напросто перерисовывают облачко. Мы такое делать не можем. Ну, в смысле, конечно, мы, конечно, всё можем, да? Перерисовать облачко, конечно, тоже возможно. Ну, прикиньте, как это какой-то будет огромный труд, вот это вот всё, да? Вот все вот эти облачка нужно нам будет перерисовывать, белое место удалять, вот эту самую картинку дорисовывать вот тут полностью. Это, по-моему, это бессмысленность получается какая-то, да? Так что перерисовывать облачко, когда мы переводим мангу, это очень плохая и плохая идея. Вы, наверное, сейчас скажете, что в чём проблема, почему тогда японцы вот в этом месте облачко тоже не сделали чуть больше, да? Допустим, здесь они сделали, могли бы сделать облачко поменьше, да, в этих местах. Почему тогда они вот здесь вот не сделали облачко чуть побольше? Всё дело в том, что есть такая штука, как баланс в картинке. Мне когда училась, ну, это дизайнер, да, там у нас учителя, который по композиции картинки, он у нас часто как бы тюкал наших этих студентов, что, мол, в картинке должна соблюдаться, должен соблюдаться баланс. Конечно, если вы хотите создать какой-то такой шок-эффект, конечно, там можно на контрастах поиграть, но здесь у нас манга. Здесь главное передать сюжет, здесь главное передать слова персонажа, то есть чтобы был понятен вот этот вот сюжет и слова персонажа. Поэтому здесь как бы желательно оставить баланс в картинке, чтобы читатель не зациклился на этом дисбалансе, понимаете? Читатель должен читать всё это как бы очень легко и просто, чтобы не было ничего такого, что ему прям в глаза бросается, что-то такое мешает как будто этому глазу ему. Вот, поэтому именно здесь, скорее всего, было принято решение поменьше сделать эту облачку, чтобы не нарушать этот баланс в картинке. Я просто представляю, что если бы эта облачка была бы ещё больше, вот такое, да, оно и так как бы за рамку здесь заходит, за рамку этого нашего фрейма, да. Если оно будет ещё больше, то она просто перевесит правую часть и картинка будет как бы увеситься в левой части, а в правой нет. Поэтому, наверное, здесь было всё-таки решено было сделать чуть-чуть поменьше, как бы немножко пожертвовать размером шрифта, но при этом как бы сохранить баланс, чтобы ничего не отвлекало от красивой картинки. Получается, что когда размер уменьшается, но при этом уменьшается незначительно, плюс ещё и вид облачка сохраняется такой же, как и в других стандартных наших голосах, то здесь никакого понижения голоса не существует. Когда же голос повышается, да, то здесь стараются повысить его, ну, увеличить размер шрифта сразу на значительное значение, чтобы было видно, что здесь всё-таки разница есть. Здесь было, допустим, 40, здесь 50 уже был размер, да, то есть на 10 пикселей больше, то есть уже заметно, что повышение какой-то голоса идёт. Если же автор нарисует звук, ну, или там, нарисует этот крик огромным прям, да, то ему издатель, ну, и там нарушается при этом баланс картинки, то издатель просто говорит ему, давай чуть поменьше сделаем этот размерчик шрифта, как бы и так видом, что это крик, и так видом, что он больше, чем стандартный размер, просто-напросто сделаем его чуть поменьше, чтобы сохранить наш баланс картинки. Да, то есть когда идёт повышение шрифта, уже как бы, ну, идёт крик, то там уже не так много проблем, как с другим, как он с понижением, с голосом понижением размера шрифта, с уменьшением размера шрифта. И ещё кое-что важное по поводу пластого места в бочках. Здесь очень важно понимать, что за манг вы переводите, какой у неё жанр. Допустим, в данном случае я перевожу жанр комедии, и это юнкома. Юнкома у нас состоит обычно 4 кадра на странице, и за эти 4 кадра нужно начать шутку, развить её, и сделать какую-то финальную вспышку. Короче, финальная шутка должна быть какая-то завершённая. И вот из-за того, что у нас ограниченное пространство, у нас всего 4 кадра, за эти 4 кадра нужно сделать целую шутку полностью. И из-за этого нам приходит, не нам, а мангакам, приходится очень сильно экономить вместе. И поэтому именно вот в данном случае, в данной конкретной жанре манги, белого места мы почти что нигде лишнего не найдём. А если, допустим, взглянем на какие-то другие профессиональные работы, но уже не юнкома, а какую-то другую, например, тот же Наруто, там мы найдём побольше белого пространства. Допустим, у нас, где тут у нас видеокадр, секундочку, вот кадр. Вот этот кадр, посмотрите. Так, я вам не мешаю, там лицо, нет, нормально всё. Вот здесь у нас кадр, два сетки леса в другой угол поставлю, чтобы мне удобнее было. Вот так вот, да. Вот у нас кадр, вот этот нижний. У нас получается здесь, в принципе, довольно много пустого места. И здесь тоже было много пустого места. По идее, автор мог бы этот фразочек как-нибудь там по-другому написать, или, возможно, даже сделать обувь поменьше, но тогда изменился бы эффект. То есть, во-первых, этот самый кадр основной находится вот здесь, он полностью поместился, а сбоку, там, слева и справа, получается, у нас место свободное. Здесь можно чем-то забить это место свободное. И вместо того, чтобы представить какой-то задний фон очередной, автору проще сделать большой, большой это самое, сделать большой обочка и распахнуться, и этот самый крик тоже выделить, то, что это был такой прям мощный крик, да. Да, конечно, можно было и шрейт побольше сделать, но, в принципе, это не так уж и важно было. Главное, что облако нарисовал большое, не садзакрил, дорисовать картинку уже не нужно. Плюс ко всему, у автора этого Наруто, у него времени на прорисовку гораздо меньше, чем у автора Назаки. И здесь месяца сегодня Назаки Куна выходит раз в месяц. Сейчас даже даже реже, раз в полтора месяца, даже раз в два месяца бывает. И там у автора и у редактора в манге есть довольно-таки много времени, чтобы подредактировать в размере облачков. У манга Наруто, или тот же там Fairytale, или там One Piece, они выходят раз в неделю. И за неделю, помимо того, что нужно прорисовать персонажей, нужно придумать сюжет, нужно прорисовать задние фоны, нужно всё это идеально подготовить, нужно учитывать очень много деталей, и поэтому у них просто-напросто не хватает времени, чтобы корректировать эти самые облачка. Бывает такое, что облачка реально можно сделать поменьше. Сейчас где-то этот самый кадр был. Вот он кадр, да? Допустим, здесь, в принципе, слева и справа места довольно много, и, в принципе, картинка довольно-таки простенько будет зарисована. То есть, как бы там ничего лишнего подумать не надо, просто голову дорисовать и всё. Но я так полагаю, что из-за нехватки времени решили всё-таки оставить такое большое облачко, потому что, ну, блин, ну, перерисовывать целое облачко, дорисовывать целую голову, это всё-таки занимает всё-таки какое-то время, да? Тем более, если учитывать то, что автор писал, рисовал мангу не на компьютере, а на... ну, вручную рисовал, то здесь ему, конечно, лишняя рисовка не нужна совершенно была. Дальше посмотрим, какие у нас варианты. Ещё у нас есть Сёдзио-манга. Это, конечно, просто отдельная история. Там у нас обожают авторы белого, много пустого места. Сёдзио-манга отличается тем... Даже не только Сёдзио-манга, но вообще вот такие вот манга, которые... многостраничная манга, да? В них вот такое можете видеть. Но Сёдзио-манги просто это очень сильно выражено. Короче, когда у нас манга многостраничная, то есть там больше 20 страниц, то есть там 20, 30, 40 страниц, у нас, не у нас, а у мангат, получается очень много пустого места, которое нужно заполнить каким-то сюжетом. Чаще всего сюжет просто-напросто высасывается из пальца, да, в некоторых моментах. Ну, просто фантазия кончается. И автор просто... Автор просто не знает, чем заполнить страницы. Автору в таких вот... в таком жанре, в Сёдзио-манге, ну, к примеру, в Сёдзио-манга, там очень важно передать именно атмосферу, именно чувство передать. Поэтому там много рисуется и мало говорится. Обычно. Если там в Сёдзио-манге говорят много, то обычно это как-то, ну, какой-то громоздкий текст читается. Это считается как-то... как-то сказать-то... слишком заумно кажется этот данный момент. Если там в Сёдзио-манге есть много текста, то это как будто бы какой-то заучкой сидит, что-то там болтает. Всё, Сёдзио-манге, всё должно быть просто. Всё должно быть просто на чувствах. А чувства как раз-таки передать хорошо через пространство, да. Если много пустого пространства, то это вот небо голубое, да. И в небе бака, дурачок, да, какой-нибудь. Ну, как-то, короче, всё как бы вот это атмосферно должно быть. То есть здесь, в принципе, если у вас большое облачко, вы видите, и маленький текст, то это вполне нормально. То есть всё, где манги есть, оставлять много пустого места, это норма. Здесь, если вы захотите, воспользоваться правилом заполнить всё облачко одной маленькой фразой «ой», то, ну, здесь вот эту маленькую «ой» и написать большой такой «ой», то это уже поломает всю атмосферу. Этот «ой» он обычный, самый обычный. Просто облачко большое, просто атмосферное большое облачко. Здесь оставляйте всё как в оригинале. Если маленький текст, вы оставляйте такой же маленький текст. Если там текст скачет, это самое в манге, ну, в смысле, там, в оригинале, допустим, в одном месте, ну, вот такой большой, тут потом чуть меньше, то старайтесь это сделать, соблюдать. Допустим, в этой, в манге «Назаки» тут проще. Тут есть, мы можем найти стандартный шрифт какой-то, в народу хотя бы тоже самое, да? Тут у нас есть какой-то стандартный размер шрифта, и есть его различия, то есть повышение голоса, понижение голоса. А в этой, какого, в «Сёдю манге» там у нас чувство играет, всегда говорим чуть тише, всегда говорят чуть громче, меняется шрифт, то есть, как бы, интонация меняется. Когда меняется шрифт, меняется ещё и интонация. То есть, допустим, здесь у нас же другая интонация, чем вот тут. Ой, это, короче, да, всё «Сёдю манга» — это нечто дельное, там нужно очень сильно сверяться с оригиналом. Прям максимально сильно, чтобы передать всю атмосферу. Если вы не сверяетесь с оригиналом, а, допустим, переводите с английского, с анляйтеровского, то знаете, что анляйтеры частенько делают отсебятины, и эти отсебятины часто уже искажённые. Поэтому всегда старайтесь найти оригинал японский, и чтобы уже с него сверяются, чтобы атмосфера у вас не поломалась, вот эта задумка автора не поломалась. Вот. Есть также ещё случаи манги не совсем профессиональной. У меня тоже такие есть. Мы переводим то мангу. Сейчас покажу. Мангу непрофессиональную легко, вообще определить довольно-таки легко. Давайте лицо обратно в привычный угол уточу. Непрофессиональную мангу найти, в принципе, определить довольно-таки легко. Допустим, у непрофессиональной магии говорит не только плохая рисовка про рисовки персонажей, а также отсутствие фонов, либо очень скудная прорисовка фонов. Непропорциональные персонажи, допустим, здесь у нас явно видно, что человек какой-то странный, причём на следующем кадре у персонажа телосложение, в принципе, нормальное. Он пока здесь ходит, телосложение нормальное. Но здесь у него явно что-то не то с ногами. Далее что? Далее это расположение кадров. Чаще всего в непрофессиональной манге вы увидите статичные квадратные кубики кадров. Да, там они, возможно, меняются шириной и толщиной, но в целом это обычные квадратики. То есть никаких резких, динамичных форм с наклоном каким-то. Авторы пытаются, конечно, выйти, допустим, за рамки кадра от, вот, допустим, здесь, сейчас, секундочку, подлагивает. Давай, вернись назад. Даём её, не так сильно. Вот. Допустим, здесь автор пытался выйти за рамку кадра. Это какой-то ход такой, который он пытался делать, ну, как бы, он учится, зачем мне кажется, что в данный момент вообще, когда выпускает данную мангу, автор ещё учился рисовать эту мангу, и вот он пытается какие-то приёмчики такие воспользоваться, некоторыми приёмчиками воспользоваться. И, в принципе, кое-что у него получается. Но рисовка, конечно, тут сильно страдает. Здесь нужно с рисовкой работать и работать. Но при этом даже с плохой такой рисовкой у этой манги был довольно-таки неплохой успех. То есть, для такой рисовки я считаю, что это очень-очень хорошо. У манги вышло два тома, в каждом томе по 10 глав, плюс ещё и экстра. Ну, там, экстра главы небольшие. То есть, в принципе, выпустить два тома на такой, ну, нехорошие рисовки, это очень даже неплохо для автора, тем более, если он начинающий автор. Вот. Что ещё можно сказать? А, ну и да, и в данном, в данной манге тут, конечно, пустое место в облачках, оно то есть, то нету. Вот, допустим, вот такие узенькие облачка переводить на русский просто невыносимо. невыносимо. Я потом покажу это самое в конце примеры, как вот сюда, допустим, мы впихнули невпихуемое, так сказать, да, потому что здесь очень-очень узенькое облачко, а фразочка по-русски будет по горизонтали расположена. Вот, да, вот такие вот тоже примеры. То есть, в данной манге размеры облачков, они так скачут, что прям уже непонятно, что автор вообще-то конкретно хочет. Он хочет узкие облачка или всё-таки широкие облака. Допустим, если облака у нас вот такого плана, то они у него всегда круглые. И вот эта круглость тоже иногда бесит, потому что в некоторых местах она стоит на крае, и там, если мы этот текст делаем подцентрированно, там будет просто отвратительно выглядеть всё это дело. Ну, давайте я об этом уже покажу в конце видео, где будут примеры. Примеры вот, конкретно с данной манги буду брать, где у нас будем впихивать сложные, точнее, много текста в маленькие облачка. Вот. Ну, а мы, естественно, когда переводим всё это дело на русский, у нас получается, конечно, полная чепуха, потому что помимо того, что мы пишем не вертикально, а горизонтально, да, у нас ещё и слова, они как бы немножко длиннее, чем японские, да. Допустим, если взять название этого, как его, ну, вот, допустим, что у нас тут написано? Ну, в принципе, ну, вот, допустим, да, у нас тут в японском тут всего лишь два символа. Раз, два. Вот это просто символы для прочтения этих канди. Но, в принципе, это должно быть всего лишь два символа в японском языке, а у нас вот это слово раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь символов, плюс ещё перенос получается. То есть мы, то есть у нас восемь символов, у японцев два символа, да. То есть если мы вот это сделаем такого же размера, как и у японцев, да, секундочку, сейчас попробуем увеличить, чтобы наша чтобы У была такого же размера, как наша Канди, по высоте хотя бы, по ширине латно, по высоте. Вот, вот это наша У такая же большая, как и Канди. Вот, то есть, по идее, вот это оригинальный размер, то есть, по идее, мы вот это должны соблюдать. Но как вот это вместить в такое маленькое облачко? Мы не рисуем манку, мы просто переводим. Вот это, по идее, можно, наверное, как-то там, нет, даже не получается, потому что жать мы не можем перенести вот эту часть слова, мы не можем сделать этот перенос никакие. Именно поэтому нам приходится здесь жертвовать размером текста. У нас тут никак не получается в два символа вместиться. У нас здесь приходится жертвам приносить. Поэтому мы здесь делаем не 59 размер, а вот, какой у меня там был, 26 размер. Давайте вот так просто верну, знаете, вот так вот. Вот такой вот у нас размер, 26, 28 даже. Почему же здесь я взяла размер 28, а для стандартного я взяла размер 22? Эти цифры я взяла просто не с балды, а тщательным, так сказать, методом подбора. То есть, в первую очередь, нам нужно подобрать размер стандартного шрифта. Это делается, ну, проб, это самое, методом проб и ошибок. То есть, считаем, включаем наш этот самый японский оригинал, включаем наш шрифт. Он где-то будет, наверное, размера 42, наверное, да? Сейчас секунду, поверим. Должен быть. Даже, может, чуть побольше, да? 44, наверное, да? Ну, вот, короче, 44 размера по высоте вот этот, что канзи, что наш русский, этот самый, у нас подходит. Вот 44 размер, по идее, это должен быть наш оригинальный шрифт, если мы будем ориентироваться на оригинал по 100%. То есть, по идее, все нужно сделать 44 размера. Делаем 44. Видим, что, опа, на, уже что-то как-то не помещается. Придется как-то переносить. Получается, здесь, наверное, вот так сделать этот самый. Здесь у нас уже как-то не получается, да? То есть, нам нужно здесь сделать все-таки размер не 44, а берем размер немножко поменьше, чтобы это дело поместилось. То есть, вот эти две празочки ставим размер, ну, 40, допустим, да? Ну, 40 еще более-менее как-то вместилось, да? То есть, кое-как, но вместилось. И идем дальше. Берем следующая обочка. Здесь тоже ставим 40. 40. Видно, что как-то обочка маловато для такого текста. Возможно, как-то и можно там перенести, но видно, что все-таки, если мы это делаем, будем переносить и переносить, то как-то слишком, слишком, ну, слишком оно громоздкое, да, получается, для такого. Делаем меньше. 36. 36. Приглашаю. Чай, секундочку. Следующие пунктуации. Фанатами. Вот так вот, да? Вот 36, в принципе, сюда может поместиться. Хорошо. Значит, наш основной текст будет 36, размер 36. Едем дальше, проверяем следующая обочка. Вот эти, допустим. Этот у нас должен быть 36 размер. 36. И здесь должно быть 36, да? Секундочку. 36. Ну, здесь явно вот это вот у нас размер 36, но никак не помещается, поэтому нам придется это дело уменьшать. Можно, конечно, пробегнуть к этому же самому хитрости, как и японцы в этом месте. То есть, здесь у нас будет размер чуть-чуть поменьше, да? Но чуть поменьше означает где-то на 2 пункта. Максимум 2 пункта делаем размер поменьше. То есть, либо это будет 35, либо это будет 34 размер. То есть, в таком вот виде у нас как бы с виду разница в буквах, она незаметная будет. То есть, что 36, что 34, они как бы очень схожи. Если мы сделаем уже размер 33, либо 32. Ой, ешки-матрешки. Как это так получилось? 33, допустим, да? Ох, еще и вот это поменялось. Вот где я, 32 написала, понятно. В общем, если мы сделаем размер уже 33, то разница в буквах уже значительно видна. Поэтому это нам не подходит. Если читатель замечает разницу в размере шрифта, то он думает автоматически, что это идет в шепот, понижение голоса. Это нам не нужно. То есть, здесь должен быть все-таки 34 размер, да? Но 34, если мы так поставим, здесь будет 34, 36. У нас, опять-таки, не помещается сюда вообще. Хоть как мы будем приносить, у нас еле-еле это будет помещаться. Или вообще не помещаться. Значит, что мы делаем? Мы меняем стандартный размер шрифта еще меньше. Ставим здесь у нас 32, допустим, поставим. А вот это ставим уже, получается, 30. Все равно маловато, точнее, многовато, да? Слишком большой размер. Делаем еще меньше. Этот ставим, допустим, 28 поставим. Этот поставим 26. 26. И вот так потихоньку-потихоньку мы начинаем пробовать, что помещается, что не помещается. Можно было бы, господи, как это сделать одолжение. Этот хм, конечно, вот так вот поставим. Вот так вот, в принципе, можно поместить. Конечно, не очень это сидело симпатично, но, в принципе, можно так оставить. То есть мы пришли к тому, что наш размер стандартного шрифта должен быть 28. Значит, это здесь все. Это вот все меняем на размер 28. 28. Окей. Чтобы они не скакали, шрифты наши, надо, чтобы не было такого, что здесь у нас громкий, а здесь тише и так далее. Чтобы все было как бы стандартный шрифт. Он всегда стандартный, ровный голос. Без повышения, без понижения. Поэтому все время его оставляем одному и того же размера. И здесь он будет 28. Итак, мы проходим по всей главе полностью. Как только мы прошли по всей главе полностью и поняли, где у нас что помещается, где не помещается, мы приходим, наконец-таки, к какому-то одному результату. Я, допустим, пришла к результату, что размер стандартного шрифта должен быть 22. Потому что предыдущие там глав 20, наверное, они уже были в таком же стиле нарисованы. То есть такой же размер скана был, такое же разрешение скана был. И да, там было очень много мест, где если я поставлю шрифт 24, уже буквально два пунктика больше, то уже еле помещалось все. Поэтому методом вот этих проб и ошибок, вот этих подборок, я пришла к тому, что стандартный шрифт для конкретно данной главы, это будет размер 22. Вот. Ой, поэтому здесь мы сделаем стандартный размер 22. 22. Наверное, даже будет проще, если просто отмотаю пару действий назад, чтобы это самое, чтобы не париться. Так, здесь верхние тоже слои. Так, где-то там. Вот, да, вот так вот. Японский давайте выключим. Вот, это как бы вернулись к тому, что у нас было, ну, что я уже сделала. Возможно, в принципе, можно было здесь сделать и размер 24, да. Но, опять-таки, как раз таки, вот в этом месте видно, что если мы здесь сделаем 24, здесь 24, а здесь 22, то уже вот это место, оно становится очень критичное, да. Можно, конечно, сделать перенос вот такой. Конечно, вот так вот, да. Хм, конечно. Но, блин, ну, это тоже такое, как бы, сложно очень, да. То есть, можно, в принципе, сделать стандартный размер 24. Но, опять-таки, нужно посмотреть по всей главе полностью. Если во всей главе 24 как стандартный размер будет нормально, то ладно, можно пожертвовать одним-двум моментами, зато увеличим размер шрифта на 24, а не 22 пункта. Но если вы поймете, что слишком много таких моментов, где мы жертвуем картинкой, где нам приходится уменьшать размеры, то все-таки лучше весь стандартный шрифт поменять на пару размерчиков меньше. Можно поставить 23 размера, я думаю. Я просто почему-то зацепилась на то, что можно шрифты ставить 22, 24, 26, такие четные цифры. Можно в принципе поставить и 23, я думаю, что золотая середина, возможно, будет какая-то. Ну ладно. Ну короче, когда вы решили, наконец-таки, определились с размером вашим стандартным, мы продолжаем тайпить главу дальше, с самого конца. То есть везде, где будет наш стандартный шрифт, мы будем писать все это дело в размере 22. И уже отталкиваясь от него, мы будем увеличивать размер шрифта, если это будет крик. Допустим, здесь у нас крик, значит мы делаем размер больше, чем 22, причем делаем больше, чтобы это было уже видно разницу, что больше. Если мы поставим здесь размер 24, вот здесь вот, 24, то разница между вот этим и этим шрифтом, она будет незаметная. А нам нужно, чтобы была заметная разница, чтобы человек заметил, чтобы читатель заметил, что у нас здесь именно крик идет. Поэтому мы здесь делаем больше, мы здесь делаем 28 размер. Вот. Когда делаем понижение голоса, тоже стараемся делать так, чтобы, если там реально понижение голоса, то мы делаем понижение заметным. То есть не 20, ну допустим, если наш стандартный шрифт 22, секундочку, 22, даем ее. 22, вот. Если наш стандартный шрифт 22, то понижение голоса мы сделаем не 20, мы сделаем понижение голоса уже, скажем, 18. Вот так вот. Вот это явно тут понижение голоса идет, да, видно разницу большую между размерами шрифтами. Вот. Это что касается стандартных шрифтов, стандартного, какого, стандартных размеров. Что же касается текста, который у нас не стандартный текст, а какой-то звук, ну там крик какой-нибудь, вскрики, вопли и прочее, прочее. А когда у нас есть стандартный звук, мы взяли какую-то константу, размер такой-то и соблюдаем его по всему, по всей манге. Чтобы, если что, это самое, если вдруг оно увеличивается, то человек, кстати, сразу понял, что это крик, да, мы это уже поняли. Но когда у нас идет явно крик, что мы будем делать с размером этого крика? Допустим, здесь у нас крик, я поставила размер 32. Если я на другой страничке найду похожий, как бы, крик, похожим шрифтом, то я не обязана ставить там уже размер 32. Почему? Потому что это уже крик. Там уже у нас больше креатива, мы можем делать ничего хотим, мы можем делать побольше, мы можем делать поменьше. Все зависит от конкретной ситуации, от конкретного облачка. То есть здесь у нас как бы больше, как бы, ну, больше свободы в действиях есть. Вот. Но тут тоже нужно собрать кое-какие правила. Допустим, если мы вот этот крик растянем полностью на все-все-все облачка, вот таким вот образом, ну, там, можно, конечно, не растягивать, простоなる как-то больше размерчик сделать, побольше этих переносов и дали. Ну, вот я это просто сделала для примера быстренького, чтобы понятно было, что вот типа у нас полностью заполненная облачка. И читатель начинает читать вот эту манку, и он смотрит. Так, белое место, текст, белое место, текст, белое место, текст, белое место, текст, потом, опа-на, а где белое место? И вот эта вот маленькая такая запиночка, она как раз-таки мешает читателю нормально, как бы плавно почитать всю мангу. То есть читатель, он запинается об эту штукенцию, что до этого было место белое, а вот тут у нас нет почему-то белого места. И читатель как бы сам того не понимая, начинает думать, ну не то, что начинает думать, он просто, ну просто, его это как бы немножко раздражает. Буквально там миллисекунда его это дело раздражало, да, и он может там поставить даже гневный комментарий, что, мол, фу, у вас некрасивый тайп. То есть вот буквально вот такая маленькая запиночка, что здесь, допустим, было белое, а здесь уже нет беленького. Всё, вот это может вызвать недовольство, читатель, что, ну, будет говорить, что у вас тайп некрасивый. Здесь нам нужно реально соблюдать вот этот вот баланс, то, что если мы до этого белые вот эти проплешины оставляли, да, то и здесь надо оставить хотя бы немножко эти белые проплешины, чтобы у нас, ну, чтобы у нас эта вся целиком, эта вся картинка целиком, вся страница целиком, чтобы она выглядела как бы гармонично. Здесь проплешина и тут проплешина, всё у нас прекрасно. Конечно, в японском они проплешины не делают, я понимаю, но опять-таки вспомним, что в японстве пишут всё-таки вертикально, мы пишем горизонтально. У японцев одно канди, если перевести на русский язык, то самое канди будет один символ, а у нас будет русское слово из восьми символов состоять, да, то есть как бы разница очень большая, плюс ко всему японцы, они могли облачка размеры менять, мы размер облачков менять уже не можем. Нам приходится жить с тем, нам приходится работать с тем, что имеем, да, нам приходится много чем жертвовать, и в конце концов вот эти белые проплешины, это как бы, это просто, как сказать, ну, излишки, как назвать, я даже не знаю, как по-русски надо сказать, излишки переводов, ну, короче, последствия перевода на русский язык. И без них, прощи, что не получается никак, короче, их избежать просто не получается, да, если мы будем, не, конечно, я уже говорила, что есть люди, которые думают, что они умнее всех, они здесь делают, вот здесь, допустим, они делают шрифт побольше, да, вот это вот, допустим, вот так вот это можно шрифт сделать, можно даже вот так вот увеличить, вот так вот, да, вот так вот здесь, здесь будет вот такой шрифт, да, и они считают, что вот это красиво, что они молодцы. Но, опять-таки, не забываем о том, что шрифты мы увеличиваем, вот эти вот стандартные, да, когда идёт крик, либо же уменьшение голоса. Поэтому это нас не канает. Ой, так, так, давайте, чтобы не запутаться, буду идти дальше. Ещё что здесь у нас есть? У нас дальше есть тут звуки, да, а звуки, значит, мы делаем уже как хотим, если мы стандартный шрифт делали по стандарту, то есть константа, стандартный шрифт делаем точно так же. Со звуком у нас всё проще. Здесь, допустим, вот в этом месте тоже интересная такая штукинция получилась. Это называется у нас оптическая иллюзия. Вот этот вот шрифт, вот этот шрифт, давайте посмотрим, как он выглядит в оригинале. Секундочку, оригинал включаем. Вот наш оригинал, вот эта вот буква и вот эта буква. Если посмотреть сдалека, вообще вот отсюда, да, то кажется, что они одинаковые. То есть, сдалека кажется, что эти шрифты одинаковые. Но если мы делаем чуть поближе, возьмём ещё и линейку при этом, начнём измерять наши символы, вот этот вот, этот раз символ, высота 61 пиксель. Здесь смотрим высоту. Высота 51 пиксель, то есть разница почти что 10 пикселей. То есть вот этот и этот размер шрифтов, они разные. Но если мы посмотрим целиком картинку, то кажется, что они одинаковые. В принципе, когда мы переводили на русский язык, мы эту разницу, мы тоже это сделали так и сделали. Сейчас покажу. Здесь у нас размер шрифта 32, вот этот вот 32, а вот здесь размер шрифта 38. То есть вот этот вот реально больше, чем вот этот вот. Но если это смотреть сдалека, то кажется, что эти шрифты одинаковые. Здесь у нас присутствует такая физическая иллюзия. Вот я даже пример провела. Когда у нас на наш размер шрифта, ну как бы визуальный размер шрифта, влияет окружение. То есть, допустим, здесь у нас точка вот так вот окружена большими серыми кругами, а здесь маленькими серыми кругами. И вот вопрос, какая из этих точек больше, а какая меньше. Скорее всего, визуально, как бы вы скажете, что вот эта меньше точка чёрненькая, а эта точка чёрненькая побольше. Но если приглядеться, особенно если поближе сделать, то уже кажется, что они какие-то похожи, что они одинаковые всё-таки. Возьмём линейку, притащим её сюда, секундочку, ага, вот, и вторую сюда. Вот. То есть, мы как бы линейкой смотрим отсюда досюда и отсюда досюда, оно как бы одинаковое. Можно даже вот эту линейку взять и там проверять, да. Здесь у нас размер, высота точнее, где у нас высота, 20 пикселей. Здесь у нас высота тоже 20 пикселей. То есть, они, вот эти кружочки, они одинаковые. Но из-за того, что у них разные окружения, они визуально кажутся разными в размерах. И вот эти все иллюзии визуальные, да, их тоже нужно учитывать, когда мы тайпим мангу. То есть, чтобы всё было как бы сбалансировано. Если мы вот этот вот шрифт сделаем такого же размера, как вот этот вот, сейчас, секундочку, 32-й там был размер, да, то визуально кажется, что вот эта маленькая, как будто мы здесь уменьшили шрифт. И читатель тоже может сказать, что что-то тут не то, как будто этот шрифт маленький. Читатель не будет как бы брать линейку и проверять, там, одинаковые ли пиксели здесь или нет. Читателю главное, чтобы это визуально выглядело одинаково. Поэтому все вот эти вот визуальные, эти, как они называются, визуальные иллюзии, нам нужно тоже учитывать, чтобы всё выглядело гармонично и красиво. Так, и последнее, что, наверное, сейчас расскажу, это вот такие вот, вот такой вот этот самый крик. Идёт тоже по идее, вот я сказала, что, как бы, если у вас есть крик, здесь вы можете сделать размер 32, а в другом, типа, можете сделать уже размер не 32, а какой-то другой поставить, да. Если брать этот правил, то, в принципе, я и здесь тоже могу сделать. Здесь, допустим, у нас размер такой. Тридцатка, да. А здесь у меня, по идее, можно сделать побольше размер, допустим, 36. Секундочку, сделаем 36. Вот. И, по идее, как бы, чтобы побольше поместить в это облачко, да, можно было бы поставить размер 36. Но, но, если я здесь поставлю 36, то мне и здесь, и здесь нужно будет поставить размер 36. Почему? Потому что в данном конкретном случае у нас крик одного и того же персонажа, и более того, он находится на одном и том же кадре, да. Если, допустим, здесь, допустим, поставили 32, а на какой-то другой странице поставили, там, 34, допустим, или там 30, да, то это будет незаметно. А если мы здесь поставим разные размеры шрифтов, то это будет уже заметно. И здесь, там, все-таки, нужно тоже соблюдать этот размер, который мы, как бы, выбрали. Здесь, если поставим 36, вот для этого конкретного места, то вот это, как бы, многовастенько. Сейчас, секундочку, тоже поставим 36, то это уже, как бы, многовастенько, вот это еле-еле помещается. Можно поставить там 34. Вот так вот, секундочку, я не там пишу. 34. Здесь 34 тоже критично очень, вот, очень близко к этому краю становится. Поэтому ставим поменьше. 32 ставим. 32, ну, в принципе, можно и 32 ставить. Я не знаю, может, что-то переплощилось с 30-кой. Давайте ставим 32 все-таки. То есть, если мы здесь выбрали, как бы, размер 32, то уже, и вот здесь тоже, чтобы не было разницы такой в этих, какого, в шрифтах, тоже поставим размер 32. То есть, этот у нас будет 32. Сейчас, секундочку, 32. И вот это тоже нужно сделать с 32 размером. Вот так вот, 32. И вот так вот это будет тоже выглядеть довольно-таки сбалансировано, красиво. Сейчас, секундочку, вот так вот. О, все, отлично. То есть, вот так вот это тоже будет выглядеть сбалансировано, это будет выглядеть красиво. То есть, когда у нас есть баланс в картинке, то это считается красиво. Когда у нас есть дисбаланс, то это мешает прочтению смысла, это мешает плавному передвижению с кадра на кадр. Дисбаланс можно использовать только в том случае, если вы делаете какой-то там шок-шедевр, то есть, какую-то вещь, которую хотите, так сказать, сделать какой-то шок-акцент, что-то в этом духе. Тогда можно делать дисбаланс. А в других случаях, желательно, дисбаланс не учидять, особенно, если это дело касается прочтения какого-то литературного произведения. Фух, на этом, пожалуй, всё. Много о чём говорила. Это будет у нас первая часть. В следующей части я расскажу про правила переноса, красивого переноса, но это уже будет в следующем видео, потому что это видео и так уже слишком длинно идёт. Всё, всем спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова